Приветища, это Скраб Механик и похоже, что у меня сбежали коровы. Блин, точно, одна сбежала. Как это возможно? Скорее всего, она у нас умная. Эта корова обладает интеллектом и она взобралась на другую корову и перебралась через загон. С коровами, значит, разобрались. Пойдем посмотрим, что с огородом. Огород созрел, шикарно. Попробуем сделать грядочек, давай, наверное, штучек. Сколько у нас тут? Шесть. А мы сделаем еще две. Это получается 7-8. Теперь остается только выжидать, придут ли к нам роботы или нет. Конечно же, все это удобряем. Смотри, еще одна корова пришла. Чего же вы так все намереваетесь ко мне в стойло сюда попасть? Ладно, подожди, не уходи. Открою для тебя ворота. Залетай. Милости прошу. Как раз у меня сейчас время кормежки, так что ты у нас поужинаешь. Итак, коровки, вот вам еда. Кушайте нас до... Куда она делась? Непонятно. Ладно. Вот, хрумкайте. Знаешь, в чем минус держать столько коров? В том, что их не прокормить, блин. Ура! Да здравствует бота. И у меня все готово. Теперь я могу сделать бота-очистителя. Создаем. Вот он этот красавчик. Очень жутко выглядит. Но, как обычно, появился неуклюже. Значит, забираем его. И пойдем поставим рядом со сборщиком. Как бы его правильно поставить-то, вот вопрос у меня. Давай вот так вот. И чего? Я думал, он автоматически начнет загружать древесину и очищать ее. Но нет. Использовать. Результат очистки ничего здесь нету. Как же тебя так воткнуть, чтобы ты начал работать, а? Может быть так? Не, нифига. О-о-о, смотри, началось! Круто! И-и-и-и! Засосал. Давай посмотрим. Ну, ништяк! Он работает! Единственное, что меня напрягает, так это то, что постоянно нужно сюда загружать материал. Пришло время разобраться с нашим фонарем. В прошлый раз, точнее в прошлой серии, у нас была битва с роботом Росомаха, как я его назвал. Он нам, к сожалению, сшиб фонарь. Как это произошло, ты можешь посмотреть в прошлом видео. Теперь нам нужно восстановить осветительные приборы нашей тачки. И в комментариях было очень много советов, чтобы я этот фонарь перекрасил. Якобы так он будет светить лучше. Значит, поднимаем яркость. И давай попробуем его перекрасить. Говорили, перекрашивать нужно его в белый цвет. Сейчас попробуем. Итак. О! Ну, не знаю. Просто цвет стал холодным, а не теплым. Но светит, по-моему, он так же. Проверим в темное время суток, потому что уже расцветает. А нам нужно сейчас решить вопрос с сундуками. У нас крайняя нехватка хранилищ. И нужно что-то с этим делать. А что делать, когда нехватка? Правильно. Большие сундуки. Значит, пойдем за материалом. С огородом, кстати, у нас все в порядке. Никто не прибежал. А значит, мы можем увеличить количество грядок. Смотри-ка. 10 грядок сделал, и появился таймер. Ты посмотри, что у нас тут происходит. Коров моих выпустил, вот этот робот и разбомбил. Засранец какой, а? Ну, что ты будешь делать? Зато молоко кто-то дал. Так. Кусок коровы остался. Коровки, давайте обратно в стойло. Быстрее, быстрее, быстрее. Времени и так мало. Не разбегайтесь. Кстати, уничтожили ту самую корову, которая хотела сбежать с тойла. Ну что ж. Она получила свободу. Вот так пойдет. Бежим быстрее на ферму. Вон она коровка, которая сбежала. Мы ее потом вернем. Тут у меня все выросло. Мы обхитрим. Хотел сказать, обхитрим роботов, но инвентарь у меня полон. Оставляем мясо. Вот так вот. Все. Я все собрал, ломать здесь нечего. Тачку надо забрать отсюда. То я расколошмарят. Время вышло, роботы бегут. Смотри, 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 смотри. Ну и как говорится, чем меньше ферма, тем меньше роботов. Если в прошлый раз на меня нападали по 6-7 роботов, то в этот раз пришло всего 2. Они пришли посмотреть, что нифига нету, грабить нечего. И стоят в ступоре. Ладно, короче. Фиг с ним, с этим загоном. Его все равно будут ломать. И к тому же я все равно с этого места буду уезжать. И естественно, коров с собой забрать мы не сможем. Короче, каков мой план? Сделать здесь максимальное количество ботов, а их осталось всего двое. По-моему, это повар и вот этот вот бот-застройщик. Потом собрать свои пожитки и свалить. А для того, чтобы это сделать, нам нужно построить огромный ящик. Чтобы погрузить это все на наш трактор. Итак, пришло время проверить наш свет. Ну-ка. Вот так вот светит белый свет. Сейчас перекрасим обратно. Чисто тестовое мероприятие. Ну да, слушай, светит абсолютно одинаково. Единственное, что вот это теплый свет такой приглушенный. А это холодный. Да не, блин, все равно с белым светом реально круче. Че тут думкать-то? Все ингредиенты у нас собраны. Создаем большой сундук. Теперь осталось только придумать, куда бы его всунуть. Скорее всего, я поставлю его наверх этого сундука. Кстати, также еще говорили переделать седуху, потому что она, ну, бомжовская. Ты посмотри, как будто на мусорке ее нашел. Да, так что думаю, прежде чем отправляться в дальний путь на поиски нового дома, надо будет поменять седуху. Давай посмотрим, что там для нее нужно. А, точно, мы смотрели его, и я не знал, что вот это за материал. А пока мы разглядывали седуху, у нас уже готов большой сундук. Пойдем его ваткнем на наш трактор. Блин, прикол весь в том, что сверху на сундук не получится поставить. Кстати, насчет радио. Также очень было много комментариев, чтобы я радио поставил на свой драндурет. Что ж, пожалуйста. Сейчас я его здесь где-нибудь воткну. Да, вот здесь вот можно. И включу. Все, а теперь у нас в тачке есть радио. Я понял, что с сундуком был фейл. Нужно было по-любому сделать еще место для него. И я решил сделать подкрылок над задним колесом. И теперь у нас драндулет выглядит вот так. И, конечно же, сзади колесо. Еще бомбанем. Во! Оно будет придерживать наши сундучки. Ну что, по-моему, норм. По-моему, хорошечно получилось. Ты посмотри, сколько теперь у нас тут коров, а. Просто жесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть коров. Разводняк какой-то пошел. Плодятся прям тут на этой точке и все. Видимо, одна корова сбежала, растрепала про это место. И теперь все коровы бегут ко мне. Ну, а чтобы отправиться в дальний путь на поиски нового дома, нам, конечно же, нужно много-много овощей. Теперь у нас девять грядочек. Посмотрим, прибегут ли роботы с девятью грядками. Я тут подумал, короче, вот эту бошку робота надо затолкать наперед нашего трактора. Типа, оберег от роботов. Мол, не подходи, задавлю. Вот так вот сейчас развернем. Во! Мощно! Ну что, погнали. Исследовать территорию, искать металлолом. И мягкую эту фигню для седухи. Смотри, куда мы вернулись. Мы вернулись сюда, чтобы найти дедушку. Говорят, что если бы я поехал от этой базы налево, то нашел бы какую-то фруктовую базу. И там бы был дед. Точнее, он в горах где-то там сидит. Так что поехали налево. Возможно, мы сейчас с ним повстречаемся. Роботов я уже наколошмарил. А мягкую вот эту штуку для сидения я так и не нашел. И я понятия не имею, где ее искать. Какая расслабляющая музыка. Есть вероятность, правда, что меня роботы услышат. Прибегут и загрызут. Но я думаю, это не страшно. Я их просто задоблю своим задним мощным колесом. К тому же у меня есть оберег на моем переднем бампере. Смотри-ка, что я там запалил. Там есть небольшой островок. Роботы, 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 выбираемся. Черт, пол тачки мне разнес. Скотина. Долбаные роботы. Жебаные болтики. Сейчас я тебя размотаю. Нафиг, ржавчина ты. Ну, хотя тут, в принципе, не критично. Важные органы тачки наши не задеты. Все быстро починилось. Короче, ну вот эти вот здания разломаны. Понятно, что там ничего нету. Там точно дед не живет. А вот на остров вон тот я хочу съездить. Он прям манит меня туда. Так, чтоб поплыли на своих двух. Радио я отключаю на всякий пожарный. Ну, делаем ставочки. И что же мы тут найдем? Чего-нибудь интересного и да полезного по-любому. А если нет, то это будет разочарование века. Чего еще доперся? Смотри, что я тут нашел. Коробка для одежды. Обычная. Позволяет боту-застройщику делать одежду. Ничего себе, такие штуки еще нужно будет искать для него. Ну, мне кажется, как минимум, эта вылазка оправдала себя. Ну вот, мы и взобрались на самый-самый верх. Можем осмотреть все вокруг хорошенечко. Где же город-то? Скорее всего, подписчик, который писал мне о дедушке, если я пойду налево, мне нужно было идти не сюда, не в эту сторону, а в ту сторону. И тогда бы я там встретил деда. Как думаешь, если я отсюда спрыгну, я разобьюсь? В общем, я не рискнул прыгать, потому что если возрождаться, то бежать будет сюда очень далеко. Так что спускаемся на своих двух. Чего-то я вот плыву-плыву и не вижу свою тачку на подъемнике. Ее что, сперли, что ли, вместе с подъемником? Надо было на нее сигналку поставить. А, вот она, вот она наконец-то появилась, я уж испужался. Короче, оказалось, что в игре есть центр тяжести, поэтому сундуки пришлось переместить. Вот тоже мне написали, от базы тебе нужно ехать по дороге левее. Вот какой базы, какая дорога? Вот, вот, наверное, вот эта дорога, смотри. Кусок мяса валяется, корову задавили. Так, значит, ладно, поехали. По этой дороге, надеюсь, она приведет нас к деду. Ну вот мы доехали до второй такой базы. Эта база чуть поменьше. Попробуем тут что-нибудь рассмотреть. Вот проезд есть, кппшечка стоит. Ну, я думаю, что тут тоже бот росомаха ходит, бродит. Охраняет всю эту территорию. Да, вон он. Он там есть. Сюда суваться тоже нет смысла. Короче, пока я принял для себя решение просто кататься по дороге. И смотреть, что есть в округе. А еще надо посмотреть, что у меня под топливом. Что под топливом? У меня же еще домой надо. Три литра осталось. Ё-моё. Ё-моё. У меня еще шесть с собой есть. Ладно, домой, надеюсь, вернемся. Вернемся. Нику Вошеньки тут живого нет. Надо возвращаться. Топлика уже осталось маловато. Вернемся. О, какое-то фермерское садоводство. Вернемся. Нику Вошеньки тут живого нет. Ну, вот и приехали. Либо направо, либо налево. Ладно, едем направо. Три литра осталось. Ё-моё. Надо возвращаться. О, смотри, что я нашел. Тут, по-моему, целый город. Все так светится ярко. Три литра осталось. Ё-моё. Надо возвращаться. Опа, смотри-ка. Кажется, про эту штуку мне говорили. Это фруктовая зона. Точнее, овоща база. Есть кто тут дома? Эй-эй. Так, давай попробуем свеклу сюда зарядить. Где свекла? У меня есть парочку с собой. Можно как-то закинуть? Овощи база пустая абсолютно. Значит, где-то рядышком должен быть с ней дед. А, вот, смотри. Вот, что нужно делать. Короче, делаешь тачку. На неё ставишь сундук. А к сундуку прикрепляешь погрузочный механизм. И он выгружает всё в этот аппарат. Ого, вон оно что. Теперь у меня появилась цель. Короче, ехал я такой, ехал. Смотрю, там интересный обрубленный дуб стоит. Там горелая зона. Ой, робот. Гоним, гоним, гоним. А тут у нас есть небольшие такие горы. Может быть, дед где-то здесь тусит? Ух ты, ты посмотри. Вон там гаечный ключ. То есть мы находимся на противоположной стороне сейчас. Я уверен, что эта дорога нас приведёт обратно к моей базе. Ну вот, собственно, и всё. Мы добрались снова до нашей базы. К сожалению, деда я так и не нашёл. Кстати, по-моему, это не моя база. Точно. Это не моя база. Офигеть. Вот это да. Вот это я приехал, так приехал. Блин, она похожа, но... Тут нету батарейки. Нету моих ботов. Нету фермы. Да. Это просто ещё одна заправочная станция. Хорошо, едем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю, даже радоваться этому или плакать. Дело в том, что меня всё-таки бомбанули. Бомбанул меня Росомаха, тот, который стреляет. Я слишком подъехал вплотную к базе, которую он охранял. И я возродился и бегу пешим теперь к своей тачке и к своему сумарю. Но! Весь прикол в том, что я нашёл, наконец-то, этот хлопок. Это, оказывается, наверное, всего... Скорее всего, хлопок. Вот сейчас я разберусь с роботом, и мы узнаем, что это такое. Короче, я, наконец-то, смогу сделать седуху. Я нашёл последний ингредиент. И так, давай смотри, что это такое. Я поднял хлопок. Действительно, это всё-таки хлопок. Сейчас я его наберу здесь по максимуму. Его тут огромное количество в этом поле. А чё ж мне раньше такой хлопок не встречался? Он растёт в определённых местах только или как? Ух ты, нифига себе, палаточку нашёл, прикинь. Всё-таки, как показывает практика, периодически сдыхать нужно и бегать на своих двух. Похоже, это спасательная шлюпка, слушай. Точно. Может быть, где-то рядышком тут дед есть? Ага, ага. Может, я его ещё... Ты глянь. Ну, действительно. Здорово, дед. Нифига себе. Я нашёл его. Хо-хо-хо. Мне нужно было сдохнуть и бежать до своей тачки, чтобы найти тебя. Так, и как? Мне просто сломать... Ой-ой-ой-ой, стой-стой-стой. Вот это шарамба. Я не хотел тебя катить. Я хотел сломать эту штуку. И как быть-то? Он как хомяк в колесе. Дедуль, как же тебя вытащить-то, а? Надеюсь, что я того дедка нашёл, а не какого-то другого алкаша, который мне не поможет. Ладно, посиди пока тут. Я пока за своим шматём сбегаю. Вот она моя сумочка и, наконец-то. А мой драндулет остался наверху. Придётся как-то вскарабкиваться. Вот он мой драндулет. А вон он, росомаха. Саны, росомаха. Так, придётся сейчас как-то подкрасться так аккуратненько. Всё, двинули, двинули, двинули. Быстрее, 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 быстрее. Сейчас будем падать отсюда. И поехали. У-ху-ху-ху-ху. Надеюсь, мой драндулет выдержит. Ой, слава богу, выдержал. Я думаю, что мне бы тут помог сварочный аппарат, который я ещё не сделал. И это была моя ошибка. Кстати, я вижу тут ещё одну капсулу. Скорее всего, вместе с этим дедом приземлился ещё кто-то. Короче, этот старик похож на какого-то фермера. О, смотри, тут ещё одна капсула есть. Смотри, раз, два, три. Три капсулы. Ну чё, я не знаю, что делать с этим дедом. Бросать я его не хочу. Так что, полагаю, нужно остановиться здесь. Не забывай ставить лайкосы этому видосу. А также подписываться, если ты ещё не подписан. И оставлять свои комментарии о том, что делать дальше. Ну а на сегодня это всё. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok